Медико-хирургический центр «Ангиомед». Эффективное и безоперационное лечение патологии суставов лазером. Лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1, телефон 96-8408. Казахстанские врачи отмечают рост числа пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, болезнь диагностируют у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, что лишает общества работоспособного населения. Причины появления этих заболеваний науке неизвестны, говорят врачи. Также до сих пор не ясно, почему распространенность недуга растет большими темпами. На сегодняшний день во всем мире зарегистрированы более 5 миллионов человек с подобным диагнозом. Во всем мире ежегодно на лечение заболеваний кишечника расходуется 30 миллиардов евро. В Казахстане в прошлом году распространенность болезней крона и язвенного колита составила 6,3% и 31,5% на 100 тысяч населения соответственно. Ежегодно, начиная с 2012 года, 19 мая отмечается Всемирный день людей с кишечными заболеваниями. Каждый год к мероприятиям присоединяются новые организации поддержки пациентов с этим недугом. Воспалительные заболевания кишечника представляют собой группу заболеваний, к которым относятся болезнь крона и неспецифический язвенный колит. Воспалительные заболевания кишечника являются аутоиммунным хроническими заболеваниями, при которых по неизвестным пока причинам собственная иммунная система атакует элементы пищеварительной системы. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые успешно осуществили пересадку памяти одной морской улитки другой, пишет газета «Известия». Осуществить пересадку памяти моллюскам рода Аплисия удалось посредством инъекций специфических рибонуклеиновых кислот. Ученые отметили, что подобное открытие позволяет сделать вывод, что за выработку рефлексов отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимы в присутствии определенных РНК. Воспоминания хранятся в ядрах нейронов, где активируются специфические гены и синтезируются соответствующие рибонуклеиновые кислоты, отмечает издание. Биологи уверены, что развитие данного метода позволит в будущем возвращать воспоминания, утраченные на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Уничтожать раковые клетки с помощью графена предлагают американские ученые, пишет Костак. Специалисты из Калифорнийского университета знали, что графен способен преобразовывать свет в электричество, при этом он в тысячу раз превосходит по светочувствительности материалы, используемые в современных камерах, и решили проверить, способно ли это электричество стимулировать клетки человека. В ходе экспериментов выяснилось, что может. Одним из возможных использований этого явления может быть уничтожение раковых клеток, говорится в сообщении. При этом отмечается, что поскольку потенциал покоя у раковых клеток гораздо ниже, чем у здоровых клеток, то при разрушении раковых клеток фототоком, нарушающим работу мембраны, здоровой клетки не пострадают. Однако, как сказано в сообщении, сначала предстоят более глубокие исследования, поскольку графен может быть токсичным, а долгосрочные побочные эффекты, если они есть, пока досконально не изучены. Французские исследователи доказали благоприятное влияние голода на продление жизни. О результатах экспериментов сообщил ресурс Федерал Пресс. По сведениям источника, ученые завершили длительные эксперименты, в рамках которых подопытным мышиным лемуром в течение 10 лет выдавался пищевой рацион, калорийность которого была на 30% сокращена по сравнению с контрольной группой. В результате продолжительность жизни приматов на диете увеличилась на 50%. Исследователи зафиксировали меньшую подверженность возрастным заболеваниям, длительное сохранение физической активности и когнитивных способностей у придерживавшихся диеты животных. Кроме того, у них замедлился процесс атрофирования серого вещества. Высокоточная ультразвуковая диагностика атеросклероза и варикоза. Избавьте себя от риска инсульта, инфаркта и тромбоза. Диагностику и лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1-96-8408